Представьте, что вы 5 лет ждали приезда близкого друга, с которым провели всё детство. Вы открываете дверь и друг въёдет вам по лицу. Вы думаете, не всё так плохо, ща он расскажет, что случилось. Но в ответ он занюхивает дорожку кокаина и обосылается. Приблизительно это у меня и случилось с Бордонс 3. Будем честны, последние три части Бордонс, как и фильм, обоссались. Одномерный юмор, заключающийся в том, что герой делает тупой поступок и все ржут, потеря здравого смысла у гирбокс и, блин, это смешно, отсутствие базовых знаний построения сюжета у сценаристов. Бордонс — это безбашенная серия игр, начавшая свой путь в 2009 году. В это время мне было около 13, и что там происходило в сюжете было совсем не важно. Я хотел стрелять-стрелять и лутать оранжевые пушки. Нет, у него нету во рту критической точки. Ёбарес, это... Картинка показалась меня на удивление знакомой, потому что мои детские мечты и желания идеально воплотились в... Слушайте, Андрей, а как лучше назвать трилогию новую Бордонс, которая третья часть, Тайне Тина, Вондерлендс и Ньютерс, Рону Бордонс? Не чистая трилогия, как Фейт, или трилогия, я думаю, что отсталых. Просто в первом случае мы оскорим верующих, а во втором сценаристов гирбокс. Питийский! Идеально воплотились в нечистые письки Леомс на отсталых, Тайне Тина с Вондерлендс, Бордонс 3 и Нью Тейлс Фром Де Бордонс. Почему бомж такой красивый? Почему бомж такой красивый? Он красивый меня. Из модельного агентства бомжей набрали. В форме отточенного до идеала геймплея, носиться по арене и шмалять во все стороны, ну, просто приятно, да. Рудиментарного сюжета и плоского юмора. Ой, сейчас будет кринж. Кричать. Каня кричит в ответ. По неизвестным для меня причинам гирбокс решила взять курс на аудиторию тинейджеров, что подтверждает Тайне Тина с Вондерлендс и свежевышедший фильм. У них у обоих PG-13, то есть 13+. И неизвестно, для каких целей нужно было превращать «Работай на нас» или «Мы убьем тебя и твоих друзей» в «Ой, я обоссался и кастрируюсь весь юмор окончательно». Хз вообще. Но рано или поздно период «Ха-ха-ха, га-ха, ща постреляем, тра-та-та-та-та» должен был закончиться. И у меня это произошло приблизительно в 2013 году. И разорвал мне мозг, одновременно открыв бесконечное количество дверей, «Биошок Инфинит». И после этого я начал искать другие классные сюжетные игры. И в списках я наткнулся на «Бордерлендс 2». У меня в сознании это было про тра-та-та-та-та. И... А как? Как это? Я решил попробовать. «Бордерлендс 2» был бы невозможен без Энтони Бёрча. Энтони, или просто Антон, еще тот красавчик. Именно он придумал всю историю «Бордерлендс 2», «Зе прессиквел» и помогал разрабатывать основную сюжетную арку «Тейлс фрон де Бордерлендс». И давайте, чтобы не путать «Тейлс фрон де Бордерлендс» и «Нью Тейлс фрон де Бордерлендс», Я просто буду называть новую часть всякими оскорбительными словами, а хорошую — «Тейлс», как в «Сонике». Энтони также ответственен за мемный юмор, основанный на обмане ожиданий и переломах игровых стереотипов, выработанный им благодаря каналу на Ютубе. Да, «Бордерлендс 2» написал ютубер, и это офигенно. Давайте рассмотрим, как работает обман ожидания на старых добрых симпсонах. Ситуация. Бард заблудился в городе. Как вдруг на дороге появляется мусорооборочная машина, и велосипед попадает под нее. Наше ожидание. Велосипеду конец, естественно. Но велосипед выскакивает из-под машины, сверкая от чистоты. Это обман ожидания. Борд удивлен произошедшему, как вдруг... Второе обман ожидания. Велосипед разваливается на части. Уборщик упивается победой. Как вдруг... Обман ожидания. Он скатывается в метро, откуда, скорее всего, и набрали сценаристов нечистой трилогии. А теперь давайте посмотрим, как эти два тезиса обман ожидания и перелом игровых стереотипов объединяются в КТ-шке Тейлза. Ситуация. Скоростная погоня. Наш протагонист Риз находится на машине антагониста Августа, что, естественно, за рулем. Машина подскакивает, и Риз падает на капот. Август целится в Риза из револьвера. На экране появляется стрелочка QTE. Возбужденный мозг игрока сразу же жмякает вправо, и Риз уклоняется от пистолета, находящегося в метре от него. Август не стреляет, а просто ржет с того, что Риз пытается уклониться от пистолета в такой патовой для него ситуации. Даже если так, я могу просто подвинуть руку, и твое лицо на мушке, говорит Август. В Апсосе шутки заключаются в том, что этот персонаж тупой, этот персонаж не умеет общаться с людьми, гивым хэбэ паник атак, хэбэ паник атак, замечательно, хэбэ паническая атака. Этот робот не умеет общаться с людьми, а этот персонаж хочет всех засосать, как девочек, так и мальчиков. Ну и как же можно забыть солдата Тедер, с которым трое дебилов играются в куколки в каждом, сука, эпизоде? Ситуация. Идиоты хотят съехать из уничтоженной кафешки и найти место поприличнее. Только недавно им дали пару миллионов, в общем, расходы. Тупому поручили купить новое помещение, и он находит кафешку, из которой идиоты только что съехали, тратя на нее все деньги. Тупые герои делают тупые поступки. Вот юмор Апсоса. Ну, Данил, в твоем ролике я тоже делаю тупые поступки, но ничего, на свое видео ты же не жалуешься? А дело в том, что в моем видео ты сумасшедший персонаж, я серьезный, между нами есть динамика. Если вот убрать всех серьезных персонажей, то получится вот это. Иди сюда, иди сюда. Покажем зрителям, что будет, если будут не серьезные пейзажи. Сюжет Borderlands 2 вращается вокруг красавчика Джека. И да, его имя нельзя произносить без двух барабанов на заднем фоне. Красавчик Джек нанимает новую четверку, в скобочках шестерку, искателей хранилища, чтобы, угадайте с трех раз, всех их убить. Да, Джек хочет открыть хранилище, но для того, чтобы очистить Пандору от всех бандитов, убийц и маньяков, а искатели в каком-то плане хуже всех. Куда они идут, оставляют горы трупов, крадут все, что не прибито, а то, что прибито, вытирают с корнем. Джек не простой злодей-плохиш. Он мечтает превратить планету-мусорку в рай для людей. И неважно, что под бомбардировку попадут пару невинных. Это так, допустимая погрешность. Да и хранилище в этот раз не место, а инопланетный воин, инструмент уничтожения. И человек, пробудивший воина, получает над ним полный контроль. И наша задача в этот раз будет не разбогатеть, а спасти Пандору от ее спасителя. Круто звучит, правда? А самое главное, что красавчик Джек был настолько имбовым антагонистом, что Гирбокс просто не могли его отпустить. Что здесь они в следующий раз сделают какую-то хрень невнятную, типа Калипсо? Именно так появились Приквел и Сиквел, а точнее The Pre-Siquel и Tales from the Borderlands. Пре-сиквел сюжетно находится между первой и второй частью и одновременно между второй и третьей частью. Отсюда и замысловатое название Пре-сиквел. Рассказ ведется от лица Афины, бывшего ассасина корпорации Адла, с пойманной Бриком и Мордекаем в Tales from the Borderlands и приведенной в The Pre-Siquel. Между Borderlands 1, 2, Pre-Siquel и Tales ощущалась крепкая сюжетная связь. Вселенная Borderlands расширялась и наполнялась высококачественным лором, становясь для меня самой важной серией игр. Да, существует множество классных одиночных игр, которые я люблю и иногда боготворю, как в Bioshock Infinite. Но чтобы меня так поглотила определенная серия игр, это было в первый раз. И Borderlands 3 я ждал около пяти лет. И совсем не для того, чтобы побегать и пострелять на современном движке, а чтобы увидеть продолжение истории и узнать ответы на вопросы, поставленные предыдущими частями. А вопросы были такие. Что Рис и Фиона нашли в хранилище путешественника? О чем хотел предупредить алых налетчиков вот этот страж? По всей видимости, его назвали смотрящим. И кто такие сирены? Я могу бесконечно говорить о сюжете Borderlands, но сейчас мы будем совершать такие фазовые скачки по его таймлайну. И не каждый их переживет. Во-первых, потому что будут жесткие спойлеры, а во-вторых, потому что без контекста не будет понятно. И как бы если вы не задрот, то может быть вам будет интересно, но я вас предупреждал. Конец Tales from the Borderlands заставляет сделать такое лицо и спросить, чё? Протагонисты Рис и Фиона попадают в заветное хранилище путешественника. Хранилище, у которого нет определенного места жительства, и оно бесконечно скачет по всему времени и пространству. Место уже достаточно загадочное. И, о-май-гад, нам в первый раз за весь Borderlands позволяет заглянуть внутрь настоящего хранилища. Выглядит оно так, и содержит в себе саркофаг, открывая который... Герои пропадают. Титры. Вы не представляете, какие межгалактические финты совершало мое сознание в догадках, что с ними произошло. Они попали к иридианцам, они перешли в другую форму существования, они переместились в настоящее хранилище под хранилищем, а они... Что они? Так, 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 Данил, погоди, ты говорил, что должен быть серьезный персонаж. Ну, а ты делаешь несерьезные вещи. Я тебя в душе голом снимаю. А то, что я серьезно, делаю несерьезные вещи, поэтому смешно, понял? И знаете, как отвечает на этот вопрос третья часть? Пошел нахуй, Данил. Так что случилось в хранилище? Хэзэ. Но Рис нашел там, в кавычках, технологию самонаводящихся пуль, а Фиона... А Фиона сюжету больше не нужна, поэтому... Ну ее нахер. Мы тут стрелялку делаем, а не сюжет. Что такое сюжет? Зато у нас есть иридианская пушка, стреляющая современными пушками. И стримеры-злодеи. И казалось бы... Ну и ладно, была такая вещь, как Tales from the Borderlands. Хороший эксперимент, но Барда это про ФПС, простите. Мы тут вернемся к шутеру. Но они же, сука, выпустили облеванную новую часть. Духовный продолжатель, как они сами выразились. Tales from the Borderlands. Больше вранья я не слышал. Сука. Early Dimension это, короче. Да, да, да. Dimension наступила слишком рано. У Фрэн. Окей, ладно. Не было Tales. Не было хранилище путешественника. Не было Саши, Фионы, Афины, Воуна. Ой, а Воун был. И сейчас я вам покажу. Воуна из конца Tales from the Borderlands, который прошел путь от трусливого бухгалтера до человека, который готов постоять за себя и за других, за лидера, который готов вести людей. И Вауна из Мордорлэнс 3. Ваун в конце Тейлз. Мудрый вождь остатков гиперионского планктона. Ваун в Бордлэнс 3. Использованный далдон в трусах. Почему в Gearbox решили так сделать? Потому что тупой ведет себя по-тупому. И это, г-г-г, смешно. Фото Саши стоит на столе у Риза в третьей части. Фиона появляется в конце по еб... Чтобы до конца меня добить. А Фина... А Фина могла бы отлично вписаться на место Лори Лаи. Той девушке, которая стала парнем, потому что... Повестка? Но неожиданный поворот. А Фина и так гей... Гейша. Короче, лесбиянка она. Так что дело не в повестке. Вы только представьте. А Фина, человек, поклявшийся отомстить всем сотрудникам Атласа на Пандоре, снова работает на Атлас, но уже под руководством Риза. Или, с другой стороны, А Фина настолько поглощена местью, работает на Малеван, чтобы убить Риза. Какой простор для драмы, но нет. А Фина? Такой не знаем. И А Фина потихоньку переносит нас к Редкону Borderlands The Pre-Siquel. Помогая Джону остановить уничтожение Элписа, А Фина встречает уникального стража, работающего заодно с полковником Зарпидон. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Факт 1. Уничтожение Элписа было в интересах стража. Джон нападает на Зарпидон. Заткнись! Но страж вмешивается, блокируя его выстрелы. Факт 2. Элпис не просто луна. Хранилище на Элписе оказывается не совсем хранилищем, а луна оказывается полой шарой. Будто сама луна это огромная эрдианская структура. Факт 3. Страж на стороне искателей хранилищ. Допрос Афины закончен. История, рассказанная ею, убеждает всех, кроме охваченной эмоциями Лилит. Она приказывает расстрелять Афину. Но тут вмешивается тот самый страж. Он предупреждает Лилит, что грядет война, и им понадобится каждый искатель хранилищ, которого они смогут найти. Конечно же, на Смотрящего забили так же, как и на Афину. О нем максимум упоминают в аудиозаписи неряды на эридианской табличке на периферии галактики, на которую всем плевать, ведь они заредконили концовки уже двух частей Борды. Почему мне не должно быть пофиг? А теперь давайте объединим три факта, которые у нас есть, с фактоидами из Borderlands 3. И получим следующее. Запердон хотела уничтожить Элпис, поскольку сама была внутри и взаимодействовала с хранилищем. Хранилище же, по моему мнению, показывает будущее или предназначение человека в общем потоке судьбы. Запердон узнала, что в будущем с ее имени будет ржать и захотела всех уничтожить. Запердон узнала, что в будущем великое хранилище откроют и уничтожитель, поедатель звезд, выберется на свободу. И ее предназначение – предотвратить конец света. Великое хранилище – это Пандора, отсюда и название планеты. А Элпис – его ключ. Если уничтожить ключ, хранилище не открыть. И пока Зарпидон побеждала, страж был на ее стороне. Почему же у нее не получилось? Как заявляет предсказатель из режиссерской версии Бортлэндс 3, за которую нужно платить 14 баксов, сирены могут влиять на потоки судьбы и непредсказуемы для них. Если бы Лилит не вмешалась, Элпис был бы уничтожен и галактика была бы спасена. Когда страж понял, что Зарпидон не остановит уничтожителя, он решил предупредить Искателей о нависшей над миром угрозе. По факту, сюжет пресиквела предзнаменует открытие великого хранилища. И анализируя сюжет третьей части, можно посмотреть, как на каркас из глобального катаклизма войны миров натянули забавных антагонистов-блогеров. Сама идея инфлюенсеров, как божественных фигур, контролирующих массы безмозглых психов, классная. Не буду спорить. Калипсо – близнецы сирены. И несмотря на то, что сиренами могут быть только женщины, ты вполне веришь во всю эту историю с троем, потому что никто не знает, кто такие сирены, как они появляются и для чего они вообще нужны галактике. И это удобно, ведь если нет чётких границ лора, можно напридумывать всего, чего угодно. Даже что силы вдруг можно передавать кому-то или предсказывать, у кого они появляются, а у кого нет. Блядь, как сложно. Эти новые таланты, они сложные. Что за хуйня? Блядь, я нихуя не понимаю, как их выставить, блядь. Непонятно. Этот вот прыжок, блядь. И я говорю о Танис, которая вдруг из всех женщин в семи галактиках, из всех миллиардов, триллион женщин получила способности ангела. Как удобно. Блин, я тоже сирена оказывается. Андрей, Андрей, смотри, смотри, Андрей. Андрей, ты тоже сирена, Андрей, тоже сирена. Максим, Макс, ты тоже сирена охренеть. И о Эйве, который просто худший персонаж, которого только можно было запихнуть в Borderlands. Я уже упоминал, что гирбокс целится в подростков, и Эйва это 13-летняя девочка, с которой могут себя ассоциировать эти самые подростки. И что бы вы думали, Эйва, даже не имея способности сирены на тот момент, расправляется с солдатами Малевана. Просто вот-вот-вот так вот, по щелчку. И это просто идиотизм. Вы скажете, а как же Тина, она тоже подросток, а каким-то образом выжила? Во-первых, Тина никогда не вступает в открытый бой. Она специалист по ловушкам и диверсиям. А во-вторых, за ней следят искатели хранилища. Но, сука, Эйва с легкостью расправляется с Малевановцами, вооруженными взрослыми солдатами. Эйва, I'm trying to keep you safe. Мама! Какая же ты дура! Пошла ты нахуй, мура! Тоб ты сохла! What's up, bitches? We're leaving. Now. Пошла ты шлюков в шопу! So who's the brat? You I get. But what's her deal? She's no one. I'm your problem. Что вы бродите из дома? Где нахуй на свое здоровье? Is that how you think this works? Я буду выстреливать. Здесь синий. И, казалось бы, сюжет третьей борды не такой уж и плохой. Трой Тайрин Калипса, самопровозглашенные боги-сирены, способные похищать способности и силы других существ и сирен, объявляют войну искателем хранилища. Их используют для того, чтобы уничтожить монстров, поглощают силы этих монстров, чтобы открыть великое хранилище, притянуть луну с небес на Пандору. Это охрененно. Да, как злодеи-близнецы Калипса одномерные. Злые, ну, потому что злые. Можно было бы добавить немного драмы, которая, собственно, назревала. Тайрин отзывалась о Трое как опиявке, постоянно сосущей ее силы, и можно было привести к тому, что Трой или Тайрин, в зависимости от того, кто спятят, переметнулись на сторону искателей, потому что одно дело, когда ты играешь с бандитами, а другое, когда хочешь уничтожить все живое в мире. Было бы прикольно, но единственный конфликт между близнецами произошел при открытии великого хранилища, и заключался он в том, что Трой слишком сильно сосал. Все. И где-то здесь у сценаристов гирбокс закончились таблетки от маразма, и они перешли на героин. Потому что добавлять пролом четвертой стены в кульминации, это просто, я не знаю, как можно было до этого додуматься. Это как танцевать брейк-данс на похоронах. Может быть, кому-то это покажется интересным, смешным, но это писец как неуместно. И, естественно, Эйба всех спасает, потому что она Мэри Сью. Мы знакомимся с Тайфоном Де Леоном, который оказывается Карликом. Поначалу мне отказался наикринжовейшей штукой. Карлик не может быть героем. Карлик это так, хи-хи-ха-ха, не в обиду всем карликам. Но понимая продолжительную любовь Бордерлендса к карликам, я подумал, а почему бы и нет? Необычно. Искатели пытаются остановить Тайрин, но безуспешно. Хранилище открылось, и Тайрин слилась с древним чудовищем размером в планету, который, повторюсь, поглощает звезды и превращается вот в эту хуйнюшку, которую исказили выносят из пистолетиков. Охуенно, спасибо, папаша. Сюжет, запись. Я так рад. Она слилась с уничтожителем и превратилась в мелкую хуйню. О боже мой. Всей галактике конец. Почему в Dead Space сделали офигенную битву с монстром с размером с планету, а в Бордерлендсе не смогли? Можно было бы дать нам контроль над Sanctuary 3, и была бы битва, типа корабль против планеты. Огромный такой масштаб. Можно было бы сделать пару заданий с подготовкой этого корабля, там, снабжением его лазером, как при Сиквеле или как в Закупе, но нет. Им было пофиг. И под конец. Лилит оставляет бразды правления над алыми налетчиками вот этой вот Эви. Говорит всем до свидания. Хай-хай, с вами Иван Гай. Берет свои способности, улетает в космос, въебывается в луну, понимаете? Это, это пи***ц. Я не знаю, честное слово, я не знаю. А ведь эпичная и масштабная битва с огромным монстром уже была в Borderlands, в Tales from the Borderlands. Да, вся эта тема с Power Rangers смотрелась немного кринжово, но масштаб был, эпик был. А когда история захватывает, заставляет себя сжимать булки от переживаний, то о некоторых логических неточностях просто не хочется даже думать. И чтобы продемонстрировать мою позицию, я вам покажу два клипа. Один это начальные титры New Tales from the Borderlands, и другой это начальные титры Tales from the Borderlands. И вы все поймете на примере, без личных слов. New Tales from the Borderlands. Ситуация. Межгалактическая военная корпорация Тедзер нападает на корпорацию Атлас. На наших глазах буквально происходит сражение одних войск на территорию других. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ситуация падая, но у Риза появляется план Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И нет ничего плохого в персонажах-инвалидах, 1 плюс 1 тому пример, превосходный фильм. Поэтому да, Френ это персонаж, сделанный просто для получения денег с продвижения повестки. Где-то в пятом эпизоде, а это самый конец, Галиматья вспоминает о такой вещи, как раскрытие персонажей, быстренько показывает флэшбэк о том, почему Френ ебнутая, о том, что Октавио и Ано, оказывается, разругались, когда давным-давно и не общались, что, конечно же, не видно по их общению, и пихает какой-то Dragon Ball Z референс. Смотри, кто пришел. Привет, Лайка. Похоже, ты хочешь что-то сказать. Это так? Мне надо идти. Моя планета ждет меня. А главное, о чем эта история? Почему три неудачника могут спасти мир? Эта история смешит? Нет. Шокирует? Нет. Держит напряжение? Нет. Это пустышка. И в титрах разработчики еще умудряются заявить, что разрабатывали эту бессмысленную крикалку с любовью к историям. С любовью к рьюзам ассетов и легкому баблу они ее разрабатывали. Это была худшая игра, которую я когда-либо играл. Мне хочется после нее помыться. Ну и куда дальше-то падать? А некуда. Tiny Sinus Wonderlands — это дно. Эта игра не только отлично совмещает в себя недостатки предыдущих частей, но и губит то, что у тройки получалось хорошо. Геймплей. Весь геймплей Вундерленда сводится к надписи Clear Area. Задание за заданием вы зачищаете области со врагами. Если раньше за это вы получали интересную историю, то тут истории и нету. Higher Level Area. 11 уровень. Спасибо. Спасибо, папаша. 12 секунд лета. 13 плюс 3. Искать 16 значения. Yes. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ба-данг, сучки. Сороковой уровень. Еп! Нет, еще раз Level Scale есть. Это вообще странная игра. Странная игра. На хера мне задрачивается уровень, если вы все равно Level Scale-ите все? Тина, как бы назвали ее американцы, такой quirky персонаж, quirky, странноватый, понимаете, заурядный. И вот этот странный персонаж окружен странными персонажами, странным роботом, странным парнем, которых мы видим первый раз за всю серию Borderlands. Это троица кринжует, что-то там гы-гы-кает. И происходит абсолютно ничего. Кроме этого ничего. Если New Tales from the Borderlands у меня вызвал чистый дециллированный гнев, просто бомбит у меня от него, то от Tiny Tina's Wonderlands ничего. Ничего, абсолютно ничего, потому что там ничего не происходит. И это хуже всего. Сеттинг скопирован с Tiny Tina's Assault on Dragon Skip и кастрирован. Конфликта, как внутреннего, так и внешнего, нет. Протагонисты пустые, антагонист пустой. Сюжет заключается в том, что главный злодей не хочет быть злодеем. И проявляется это в финальной сцене, только там. И опять, та же самая тенденция. У Gearbox на руках была аналогичная интересная история, которую они уничтожили. В дополнении Tiny Tina's Assault on Dragon Skip, крошка Тина играет в пандорский вариант Dungeons and Dragons Bunkers and Badasses со своими друзьями, Лилит, Бриком и Мордекаем. Все не особо хотят играть в детские игрушки, но Лилит уговаривает парней поддержать крошку Тину, ведь она, как и другие, недавно потеряла Роланда. Тине особенно больно, ведь Роланд был для нее отцовской фигурой, самым близким человеком после смерти ее родителей. На протяжении игры Тина обманывает себя, что Ролан всего лишь задерживается, и скоро он точно придет, и все будет как прежде. Игра по силамку втягивает Брика и Мордекая, и самое главное, приводит Тину к принятию потери близкого для них человека. Смех и слезы, серьезные персонажи и безумные. От давайте займемся уже чем-то серьезным к блин, давайте еще раз как-нибудь поиграем, а? От отрицания к принятию. И мне нужно принять, что серия Borderlands подошла к своему концу. Сложно сказать, что именно убило Борду. Но самое главное, вы можете избежать этих ошибок. Всего-то нужно думать головой и любить то, что вы делаете. Спасибо за внимание. Андрей? Андрей, че, как тебе? Borderlands понравился? О да, это ухуенный фильм. Вообще ты безбашенный пацан. Продолжение следует...